В 2016 году первой молодежной столицей Беларуси стал город Барановичи, потом Полоцк, Могилёв, Оршак, Пинск, Гродно, Витебск и Новополоцк. В этом году Брест принял эстафету молодежной столицы. По случаю присвоения почетного звания в город над Богом съехались многочисленные гости, среди которых представители студенчества, волонтеры, а также парламентарии. Трехдневную программу форума молодые люди открыли в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой. Пройдя колонны к вечному огню, неся над собой государственный флаг Республики Беларусь общей площадью 2000 квадратных метров и возложили цветы к вечному огню. Молодежная столица – главная площадка реализации молодежных инициатив, инновационных проектов и мероприятий для молодых людей. Статус молодежной столицы присуждается городу по результатам конкурса сроком на один год. В этом году эстафету перенял город Брест. И мы очень, скажем так, обрадовались такой эстафете, потому как 80 лет мы готовимся к этой знаменательной дате. И когда лучше именно Брест стал той стартовой площадкой для всех, я убеждена, что это будут именно патриотические акции, патриотические проекты, молодежные и патриотические инициативы, которые еще больше сплотят нашу молодежь вокруг нашей страны. И создадут такую атмосферу сохранения памяти, преумножения, скажем так, тех ценностей, которые есть в истории нашего народа, в сохранении этих ценностей. Ну и, наверное, символично, что все-таки Всебелорусская молодежная стройка – это патриотический центр. Как не самой молодежи, а заниматься реконструкцией и восстановлением, скажем так, из руин самого центра, для того, чтобы впоследствии здесь могли ребята встречаться, обсуждать, проводить мероприятия, принимать своих же сверстников молодежь из других стран и, скажем так, обмениваться опытом именно в плане патриотического воспитания. Для нас это очень почетно, во-первых. Во-вторых, флагманом становится молодежная столица на текущий год, где можно показать себя на всех площадках – экономических, политических, где ребята могут показать свое творчество, достижения. Сегодня два мощных вуза на территории страны, которые пользуются большой популярностью – это технические и педагогические университеты, где есть свои наработки, свои, так скажем, ноу-хау, которые можно продемонстрировать и показать, тем самым поделиться и посмотреть на наших, так скажем, коллег, соседей совместных областей, где есть аналогичные вузы и где можно, так скажем, сравнить и где-то может даже подстегнуть себя на какие-то определенные вещи, чтобы не отставать. Для Бреста, конечно, это старт к тому, что целый год на площадках города Бреста будут проходить молодежные инициативы. И вот сегодня в приветственном слове я тоже отразил такие моменты, когда есть желание, а у нас есть возможности, когда мы можем поддержать и продвинуть от идеи до реализации любые проекты, начиная от простых, так скажем, ребят со школьной скамьи и заканчивая уже университетами. Второй день проекта «Молодежная столица» не менее насыщенный. Он наполнен различными встречами, форумами, интерактивными площадками, различными акциями и мероприятиями с участием молодежи, семинарами, вебинарами, которые расположились на предприятиях и организациях города. Одной из локаций, где собралась молодежь из всех вузов Беларуси, стал Брестский государственный университет имени Александра Пушкина. Именно на базе этого учреждения образования прошла диалоговая площадка «Добровольчество без границ». Очень приятно, что одно из направлений работы – это волонтерская деятельность. К нам приехали ребята со всей страны, это 44 волонтера, которые на три дня окунулись в насыщенную программу. И сегодня у нас проходит образовательная площадка «Добровольчество без границ». На нашей площадке первый блок ребята займутся тренинговыми занятиями, познакомятся еще ближе между собой. Ну а второй блок – это диалоговая площадка со странами СНГ, где ребята расскажут о своих наработках, лучших проектах и также определяют планы на будущий год, так как 2024 год является годом волонтерства стран СНГ. Второй площадкой, которую посетила и наша съемочная группа, стал Центр дополнительного образования детей и молодежи, где прошел открытый диалог «Молодежь и выборы». Выборы являются важнейшей составной частью политического процесса в современных демократических обществах. Молодежь сегодня как никогда должна понимать, что любые предвыборные кампании, которые проходят в нашей стране, прежде всего проводятся для того, чтобы строить сильную и процветающую страну со своей позицией на мировой арене. Отрадно, что та молодежь, которая приехала в город над Бугом в рамках проекта «Брест. Молодежная столица» не только знает о важности участия в электоральной кампании, но и не боится задавать вопросы по данной теме и предлагать свои какие-либо идеи. Тематика была электоральной кампании. Молодежь, которая сегодня участвовала в диалоговой площадке, она, конечно же, была подготовленная. Эта молодежь, она уже осознанно понимает, где она находится и какая тематика. Они знают избирательный кодекс, они понимают и участвуют в общественной жизни своего региона регулярно. То есть они действительно задают вопросы уже, которые интересуют их на более глубоком уровне. Если бы встречались мы в какой-то среде более свободной, ну, предположим, в студенческой аудитории, где не совсем подготовлена молодежь, я думаю, вопросы и вектор был немножечко другой. Но в целом, как я повторюсь, от диалога, ну, скажем так, зависит решение тех и других проблем общества. Кроме диалоговых площадок, сегодня юноши и девушки трудились на акции под названием «Построим патриотический центр вместе». Об этом более подробно мы расскажем уже завтра в программе «Итоги недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова